Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет, друг! Это Зверько. 31 августа в ML пришел третий Леонин, собрат Наны и Харита, Аулус. Который мне дико напоминает Домвенка Кузю. Это я не ем, я не козел. Многие смотрят гайды для того, чтобы утвердиться в уверенности, что они сами угадали со сборкой. Выглядит это так. Все собирают какие-то предметы на героя, значит, о ней топ. Проверять я, конечно, не буду. И влюблю Зверько дизлайк. Однако, лично я стараюсь делать гайды эффективными и готов к такому типичному хайту. А также к воплям Зверько ты опоздал. Как будто я участвую в каком-то соревновании. Давай ты сейчас подпишешься на канал, прожмешь колокольчик, поставишь лайк и с легким сердцем в выполненной базе будем разбирать гайд на Аулуса. Навыки. Пассивка. Чудесная пассивка. Боевой дух. Каждый удар автоатакой дает Аулусу стаки. Каждый стак дает немного физического урона и проникновения. А главное, когда есть 4 заряда пассивки, ты получаешь плюс 15% скорости бега, и урон увеличивается на 125%. Эта пассивка прекрасна своей лаконичности. Бьешь, становишься сильнее и быстрее, чтобы догонять засранцев и снова их бить. Не стоит объяснять, что стаки можно поддерживать, да? Первый навык – это очень удобное ускорение. Во-первых, на шестом уровне навыка ты получаешь плюс 55% скорости. Вдобавок, когда ты бежишь, перед тобой образуется щит, который снижает входящий урон, летящий тебе в лицо. Да, на этот раз фраза в прямом смысле. Если отпустить навык, то Аулус замедлит ближайших противников. Однако, этот удар наносит мало урона, поэтому во время схватки лучше его не использовать, потому что у него очень долгая анимация, во время которой ты не наносишь нормальный урон. Эту анимацию можно отменить, если не отпускать навык бега, а перетянуть его в отмену. Или просто использовать бег до конца действия навыка. Второй навык. Аулус наносит удар по площади и получает ускорение для нескольких автоатак. Один стак ускорения он получает от навыка, и еще пять стаков может получить от попадания по целям не миньоном. Урон у навыка хороший, анимация быстрая. Конфетка, а не навык. Тем более на шестом уровне. Перезарядка буквально четыре секунды. И наконец, ульта. Она разделена на две части. Активная и пассивная. Сам навык. Это огромная версия первого навыка Гататкачи. Медленно замахнувшись, Аулус бьет по земле, нанося урон и замедление врагам. Урон у навыка высокий, но вот замах могут прервать контролем, поэтому советую начинать бой с ульты. Добивать ей не очень удобно. Отдельный интерес представляет собой пассивная часть навыка. Первое улучшение ульты даст плюс 35 урона к базовым атакам. Второе улучшение на восьмом уровне даст на халяву 15% вампиризма. А значит, можно забить на предмет с вампириком. Нам этого вампиризма хватит. И главное. На двенадцатом уровне Аулус увеличивает дальность базовых атак. И второго навыка аж на 65%. Считай, теперь у тебя боец дальнего боя. Но это еще не все. Давай посмотрим, какую область он накрывает ударами базовой атаки. Неплохо, да? И это еще не все. Может, меч охотника на демонов действует на все цели? К сожалению, нет. А криты? А вот криты отлично работают. Значит, переходим к сборке. Итак, первый навык. Доставляет нас к цели или служит эскейпом. Второй навык. Пассивка и даже ульта служат для активного и постоянного нанесения автоатак. По всему выходит, что Аулус это боец автоатаки. Дамагер с уроном по площади. Почти как Фрея. Но даже ультовать ему не надо. Главное, чтобы союзники не сильно кормили их к двенадцатому уровню. Теперь я подожгу несколько жоп. Топор войны не нужен Аулусу. По крайней мере, в таком виде, в каком он сейчас. Смотри. Берем топор войны и уничтожаем бойца. Это дело у Аулуса занимает 18 секунд ровно. Ну а если будет говорящий с ветром, то 17 с половиной. Однако говорящий имеет шанс крита 10%. Хоть это и низкий шанс на крит, но он есть. Клинок отчаяния в руках Аулуса уничтожает противника за 16 секунд. А коса коррозии за 13,4. А вот багровый призрак 12,6. Теперь сравниваем. Топор 18 секунд, а призрак 12,6. Неплохая разница, да? Но в комментах видео сравнение атакующих предметов я заметил такой вопрос. Ведь в сборке есть другие предметы, и с ними топор будет сильнее. Давай проверим. Сборка, отчаяние, топор войны и коса коррозии. 7,1 секунды на уничтожение. А если заменить войну на призрака, получаем на одну секунду меньше. Если все еще сомневаешься, то вот фулл билд с топором мы получаем 3,9 секунды. Мощно, быстро, круто. Но сменив войну на трезубец, 3,5 секунды. И ты не только уничтожаешь противника быстрее, но еще на целую толпу навешиваешь антихил. И вот в чем дело. Распространенная ошибка. Топор войны и другие предметы с проникновением тестируют на кукле Зелонга, у которого физическая защита равна нулю. А минусовые значения в броне выдают неадекватное значение урона. Для понимания возьмем нашего любимого танку Лейла. Сарказм. Она на первом уровне имеет 15 физической защиты, на четвертом 24 и на пятнадцатом уровне 59 защиты. Аулус с эмблемой убийцы в проникновение и набив все стаки для себя и топора, имеет проникновение 56. Поэтому он наносит 1045 урона по кукле. И тут же 543 дамага по Лейле 15 уровня. Разница почти в два раза. А Лейла стрелок. Базовое значение защиты для классов стрелок и маг, как правило, ниже. Независимо, насколько выше показатель физической защиты, полезность топора не увеличивается. На данный момент он на девятом месте из 17 предметов по урону для автоатакеров. Надеюсь, с топором разобрались. Теперь сама очередность. После сапогов спешки оптимально собрать багровый призрак и получить мощный прирост к урону. Далее собираем ярость берсерка, которая поднимает урон для критов. Теперь база для дамага собрана и дальше собираешься от условий боя. Если у противника есть герои, зависимые от вампиризма или исцеления, тут же собираешь трезубец. А если враги вместо того, чтобы георически дохнуть, подло от тебя убегают и стараются отстреливаться, собираешь косу коррозии. Во-первых, у нее высокий урон при низкой цене. Так что и замедление ты будешь выдавать по площади, когда опнешь 12 уровень. Далее можно собрать Говорящий с ветром. Аулус и так бегает, как бешеный, а Говорящий поднимает его скорость на нереальную высоту. Поскольку у Аулуса невероятный урон в минуту и последний слот можно отдавать под защиту, взяв Оракул, ты поднимешь свое исцеление и защиту от магии. Если тебе все еще не хватает скорости и хочешь бустануть физ-защиту, то Кираса грубой силы. Щитофины нужен, если маги-прокастеры тебе досаждают. Например, оскорбляют из Мертвятника. В принципе, если ты фанат Топора Войны и его апнут в дальнейших обновлениях, его можно собирать сразу после Ярости Берсерка. Собственно, задача Аулуса – это дожить без фида до 12 уровня и стараться не отставать по фарму. Единственное, чего он боится в лейте – это, конечно, контроля и какого-нибудь мощного прокаста. Радиус атаки немного меньше, чем у Москова. Врага можно лупить прямо через стенки. Билд позволяет за несколько секунд забирать башни, лорда, волны миньонов, волны врагов. Чем же можно усилить билд? Я взял эмблему убийцы с отхилом от киллов, а дополнительный навык – бери какой нравится. Подойдут любые, которые прибавят тебе скорости. Особенно отмечу прибытие. Благодаря радиус атаки Аулус у вражеского трона чистит появляющихся миньонов мгновенно и быстро сносит трон. Вот вроде и все. По навыкам персонаж несложный. Про билд я рассказал. Если ты поделишься в социальных сетях моим видео, мне будет очень приятно. И на этом все. Жму лапку. Удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok